Приветствую вас, с вами Олег Карнаух. Давно не был на связи, решил записать видео, поделиться важными мыслями. Недавно проводил занятия и понял, что большинство селлеров на маркетплейсах не осознают, в какую игру они играют. И есть два принципиально разных подхода в бизнесе, в частности в бизнесе на маркетплейсах. Первый подход – это игра в эффективность. Это где вы сражаетесь на поле с ребятами, у которых основная суперсила в том, что они стараются сделать максимально эффективным свою бизнес-модель. Они режут косты, они выстраивают оптимальную логистику, они привлекают больше капитал, чтобы его оборачивать. У них, как правило, невысокая рентабельность. Вот самый лучший пример в мире относительно высокоэффективной компании – это Walmart. Walmart – это крупнейшая компания офлайн-супермаркета в США и во многих других странах мира. У Walmart рентабельность 3%. То есть 3% от оборота – это их прибыль. Их основная фишка в том, что у них все супер отточено. Порезаны косты, все супер оптимизировано. Кстати, еще один из примеров, который сейчас мне пришел в голову – это DHL. У них тоже там все четко по часам, все выстроено, везде все оцифровано. Все просто должно быть супер четко. И тогда есть шанс, что ты где-то обыграешь других. То есть ты будешь где-то эффективнее других, где-то ты выстроишь все лучше, и у тебя будет хороший результат. Другой принципиально подход в бизнесе – это игра в креативность. Здесь ключевая сила не в том, как все выстроить, чтобы все было оптимально, и нигде копейка лишняя не тратилась. А здесь основная идея в том, чтобы придумать какую-то идею, которая зацепит людей, зацепит клиентов. И хороший пример здесь – это Apple. То есть Apple – они цепляют людей за эмоции, они цепляют людей за чувства. И это работает. Или если брать, например, Marketplace, есть отличный пример на американском Amazon. Это продукт Scotty Potty. Это обычная совершенно штука, но при этом ребята сделали классный маркетинг и продали более чем на 100 миллионов долларов. За счет креативной идеи, за счет того, что они придумали классный ролик, за счет классной подачи. И таких примеров очень много. Когда именно за счет креатива, за счет эмоций, за счет чего-то необычного, какой-то интересной подачи, продукт выстреливает, и ребята зарабатывают очень хорошие деньги. Поэтому я предлагаю просто спросить себя, в какую игру я играю, в какую игру я хочу играть. И осознанно сделать этот выбор. Потому что если человек играет в игру эффективности, а в принципе по образу мышления, по его ключевым компетенциям, он вообще не про эффективность, а, например, про креатив, то он заведомо выбирает слабую позицию. Или наоборот, если человек играет в креатив, но при этом он системщик, оптимизатор, которому нужно там все выстраивать по полочкам, то это тоже не его история. Я просто предлагаю спросить себя, задать себе вопрос, в какую игру играю я, и я в сильной позиции, если я играю в эту игру, или в слабой. И это поможет вам выстроить план действий на ближайшее время для того, чтобы усилить свои позиции на маркетплейсах. Я желаю вам успехов, с вами был Олег Карнау, увидимся, пока-пока.